Скандальное выселение. Вопреки постановлению Совета Министров, крымское отделение ДОСАВ здание на проспекте Кирова-1 покидать не хочет. Как отметили в правительстве о том, что помещения передаются в пользование другим ведомствам, организацию предупреждали не раз, но по сей день ДОСАВ с места не сдвинулся. И на это у них есть свой контраргумент. Какой знает Юлия Попович? По привычке, сегодня в 9 утра курсанты пришли на свои занятия по военно-учебной специальности, но сесть за партой не получилось. Здание по адресу проспект Кирова-1 их просто-напросто не впустили. Начальство ДОСАВа не заставило себя долго ждать. Препятствует представитель Совета Министров в руках решения правительства, который показал неохотно. В том числе, что до 5 декабря они должны освободить занимаемые помещения, оповещение об аварийном состоянии здания и кому передается помещение ТИРа. Последнее почему-то без подписей. Подписано Аксеновым и Апанусом. А где подписи? Ну, это ксерокопия. Так ксерокопия с подписами должна быть? Ну, в Совете Министра, я вам говорю. Вы сейчас руководствуете этим неподписанным распоряжением, да? Да, ну мне, как инженеру, мне привезли ксерокопию Совета Министра в распоряжение. Свято место пусто не бывает. Одни выехать не успели, уже заезжают другие. На свои новые рабочие места пришли сотрудники Государственного комитета по ценам и тарифам. Они должны занять четвертый этаж. В сегодняшний момент мы не можем выполнить распоряжение главы Республики Крым, поскольку помещение не освобождает. При этом заместитель председателя ДОСАФа Крыма даже не знает, уведомляли ли их организацию покинуть помещение или нет. То, что уведомляли и при этом неоднократно сообщили в Совете Министров. Здесь же предоставили неоспоримые доказательства, что здание по адресу проспект Кирова 1 национализировано и является собственностью республики. Вот постановление Госсовета и далее Совета Министров. Между руководством ДОСАФ они переименовались уже с Украины. То есть, получается, стали называться Крымская региональная общественная организация добровольного общества содействия армии и флота КРОДОСАФ. Был подписан акт приема передачи между Дирекцией по обеспечению деятельности Совета Министров Республики Крым и его аппаратами. На что является акт, титульный лист и подписи всех лиц, участвующих в подписании. Господин Степанов со стороны руководителя ДОСАФа и комиссии с его стороны и с нашей стороны комиссии. Более того, как отметили в Совете Министров, ДОСАФ, которому здание было предоставлено в пользование, развел на его территорию коммерческую деятельность. В том числе сдавал помещение в аренду. Таким образом, первый этаж, на котором должен быть тир, пред ДОСАФ превратился в частную лавочку. ДОСАФ Украины его переделали под всякие коммерческие, кто руководством ДОСАФ Украины был, они его переделали там, вернее Крыма, не ДОСАФ Крыма, при Украине, переделали под всякие коммерческие ларечки. 46 или 48 арендаторов было после того, как нам передали это здание. То есть там коммерческая деятельность, в принципе? Полностью. Вы же знаете, что он находится на рынке, полностью велась коммерческая деятельность. Только непонятно, куда деньги шли. Потому что здание было в упадке. Вы же видели, здание сейчас ведется ремонт, и здание было в полном упадке. На документы, которые демонстрирует представитель Совета министров, у заместителя председателя ДОСААФа Крыма Галины Бут есть контраргумент. Некое соглашение, заключенное между председателем ДОСААФ России Александром Калмаковым и главой республики, заключено оно было 2 февраля 2015 года. У нас есть соглашение, понимаете? Подписано раньше, чем они приняли какие-либо решения. Протокольная часть его завизировала, одобрала. А в плане мероприятий? В плане мероприятий, вот этим пунктом, 26, 6, 7 и 8 этажи передаются закрепим за нами. И первый тоже. Кому достанется каждый квадратный метр этого здания, в свете министров уже расписано. Переедут туда и комитет по ценам и тарифам, и Крымздрав, и информационно-аналитический центр. Сейчас для них на проспекте Кирова-1 делают ремонт за бюджетные деньги. Юлия Попович, Роман Ананев и Евгений Стариков. Служба новостей и ТВ.